Собирались лететь с 15 числа в долгожданный отпуск. А тут закрыли Турцию. В этой стране заражение COVID-19 с начала марта фиксируют в 5 раз больше, чем прежде. И русские туристы остались без надежды провести отпуск и ближайшие майские праздники на теплых пляжах Анталии. Но люди с деньгами могут себе позволить и российские пляжи. Наш туроператор не бросает, помогает. Мы сейчас заменяем этот тур Сочи, Абхазия. Как-то выходим из ситуации. Отпуск перенести, к сожалению, как перенесли наш отдых, мы не можем. Сейчас мы находимся в Танзании, на острове Зензибар. Новости последние застали нас уже здесь. Конечно, мы сначала были слегка шокированы. В агентстве нас успокоили, сказали, что все хорошо, не переживайте, вы спокойно отдыхаете и вернетесь. Как предполагают туроператоры, из Турции такой спешной эвакуации, как в прошлом году, не будет. Но, возможно, некоторым отдыхающим придется сократить время туров. И главный вопрос, что делать с уже запланированным и проплаченным отдыхом? Туроператоры предлагают перенести. Кто-то предлагает бездоплат на осень текущего года. Кто-то предлагает возможность перенести отдых на любое доступное направление с переносом, соответственно, тех денежных средств, которые уже были неоплачены. Думаю, это наиболее приемлемый вариант в создавшейся ситуации, чтобы не терять вообще возможность отдохнуть в этом году. Как говорит Наталья Гордеева, оставшихся стран с теплым климатом немного. Если не получилось уехать в Турцию, есть Греция, Кипр. Подороже – Мальдивы, Сейшелы, Эмираты. По данным интернет-сервисов для путешественников в топ самых дешевых вошли, например, Беларусь, Абхазия, Индия. Список у вас на экране. Согласно подсчетам, отдых на двух человек с перелетом, проживанием, питанием и походами в музей, например, в Беларуси, обойдется в 106 тысяч рублей. В Сербии – более 130, а в Марокко и Черногории – порядка 150. При этом обстановка меняется моментально, поэтому цены на перелеты плавают похлеще пляжных туристов. Есть и внутреннее направление, но в России теплых пляжей мало. И, как говорит представитель Алтайской ассоциации туризма Ирина Слесарева, нельзя думать, что желающие поехать в мае на море захотят поехать в горы. И все же мы спросили о развивающихся необычных направлениях внутри страны. Ну вот в прошлом году, благодаря опять же вот этой необычной ситуации, Хакасия проснулась знаменитой. Ну Тюмень очень прям зажигает, очень много у них всевозможных программ, тоже неожиданных. Все стало более доступным, на мой взгляд, именно по российскому турпродукту. Он стал разный, он стал доступный и лучше, чем был. В России много не пляжного туризма, много отдыха, который дарит эмоции. Так что есть возможность узнать и навсегда полюбить свою страну не на показ, а по-настоящему. Например, так вызывает привыкание игорный Алтай. Андрей Дреер, Дмитрий Денисов. День с толком.